МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, наконец-то мы добрались до отеля. Время полета у нас было около 2 часов, но время в пути было ровно 8 часов. По такой жаре, конечно, тяжело долго ехать, но, наконец-то, мы добрались до нашего пункта назначения. И вот здесь вот такой вот компактный, в то же время симпатичный номер. Мне здесь нравится дизайн. Ну, что еще нужно на 2 человека на 9 дней? Очень даже ничего. Но единственный здесь минус – это то, что здесь нет балкона. Просто вот такое вот окно, открываются ставни, и вот такой вот вид на улице. Пляж, на котором мы находимся, называется Словенска Плаза. Людей здесь просто море, и это неудивительно в разгар сезона. На пляже можно взять на прокат один солнцезащитный зонтик и два шезлонга за 15-20 евро. Вода здесь чистая, и если вы далеко заплываете, то даже видно дно. Когда мы ехали на автобусе к нашему отелю, то мы не увидели ничего особо привлекательного в этом городе. Поэтому мы решили сегодня отправиться на корабле в пляжный клуб, который называется Плоце. Но вот настоящая красота этого места открывается со стороны моря. Будва – главный курорт Черногории, расположенный примерно посередине побережья страны. За пляжами, гостиницами, апартментами и бурной ночной жизнью здесь спрятан симпатичный старый город с узкими улочками и мощными крепостными стенами. В Будве всегда многолюдно, даже зимой, из-за чего город кажется шумным и слегка хаотичным. Однако он не имеет себе равных ни по расположению, ни по окружающим природным красотам. Это одно из самых живописных мест Черногорского побережья. Кстати, Будва основана 2500 лет назад, является одним из самых древних поселений на берегах Адриатического моря. И теперь мы приближаемся к пляжному клубу и уже отсюда слышна громкая музыка и видно людей, которые танцуют в бассейне и сверху на них летит пена. Судя по всему, здесь должно быть весело. Сейчас мы найдем свободные лежаки, которые стоят здесь тоже 15 евро и пойдем танцевать. Судя по информации, здесь должно быть 4 бассейна, 3 из которых мы уже увидели. В одном танцуют, другой для детей до 12 лет, третий поглубже, а четвертый я еще не нашла. Вдалеке есть пару шикарных надувных горок для детей, но только почему-то на них никто не катается. Знаете, что мне здесь нравится, это то, что мы отошли 50 метров от танцпола и здесь практически не слышно музыки. Это отличное место как для тусовщиков, так и для семей с детьми. Ну что, пойдем тряхнем стариной. Музыка здесь зажигательная, но очень громкая. Я всегда задавалась вопросом, зачем на дискотеках так громко включают музыку, ведь многие общаются и нужно ее перекричать. Кто-то может мне ответить на этот вопрос? Вот еще одно из моих наблюдений, это то, что здесь очень много высоких девушек и парней. Метр девяносто это вообще здесь норма, я так поняла, среди югославов. Девушки есть и повыше меня. Наверное, впервые, это та страна, в которой я себя чувствую не очень-то высокой. У меня рост метр восемьдесят, если что. И очень много симпатичных людей, которые одеваются со вкусом, в хорошей физической форме. Меня прям этот факт порадовал. Прям приятно посмотреть на таких людей. Это просто удовольствие для эстета. Я заметила, что сейчас в моде электронные сигареты. Вот даже здесь девочка их продает, и просто масса народа подхватила этот тренд и поверила в их безвредность. Я даже видела возле бассейна пару девочек, которым на вид лет 12-13. Они затягивались этим ядом, а рядом сидела мама. Вот как-то на этом курорте ну очень много курильщиков, половина из которых с электронными сигаретами. Ну, каждому, как говорится, свое, а мы продолжаем веселиться. Давайте проведем экскурс по отелю. Отель называется «Александра», и он занимает довольно-таки большую территорию, как для такой маленькой страны. Когда я первый раз вышла из ресторана и хотела найти наш номер, я его искала минут 10. Я просто заблудилась. Просто я не запомнила название нашего дома. Оказывается, у каждого дома здесь есть свое название. Например, наш домик называется «Хортензия». Вот есть еще домик, который называется «Кхалета». Если не хотите далеко ходить, то на территории отеля есть все, что пожелаете. Рестораны, бассейны, туристическое агентство, продовольственный магазин, магазин одежды, салон массажа. Кстати, массаж здесь стоит точно так же, как и в Германии. Цены практически не отличаются. Только чтобы попасть на пляж, нужно перейти дорогу. От этого отеля есть кусочек пляжа, но шезлонги и лежаки там платные. Стоят 15 евро в день. Зашли в фитнес-студию, думали, что она тоже бесплатная. Оказывается, нет. 5 евро за одну тренировку. Посмотрите, какая красота вокруг. Вся территория окружена горами, еловыми деревьями. И как же без пальм. Вот еще один бассейн, расположен в небольшом таком дворике, но он совсем уж маленький. Здесь сильно не разгонишься, потому что очень много машин и горная извилистая дорога. Это, конечно, не как в Германии, где можно мчаться 150 км в час. Зато мы любуемся горами и морем, и мы смогли остановиться на нескольких панорамных площадках и сделать классные фотки. В Черногории множество островов. Некоторые из них знамениты важными для страны достопримечательностями и красивыми пляжами. А вот отсюда открывается вид на остров в свете Стефана. Это остров-отель, застроенный роскошными гостиницами и виллами. Он находится в 9 км от Будвы. До острова ходят катера и отправляются частные лодки. На острове сохранилось несколько архитектурных и исторических памятников. Церковь Святого Стефана, храм Александра Невского и монастырь Прасквица. Здесь также есть художественная галерея. Пляж на острове всего один. Он раскинулся по обеим сторонам перешейка, соединяющего остров с береговой линией. Пляж усыпан песком и галькой. Часть пляжной зоны, принадлежащая отелю, покрыта песком розоватого цвета. На закате мы приехали полюбоваться самым большим водоемом на Балканском полуострове, который одновременно является птичьим заповедником. Сюда на зимовку прилетают, живут постоянно множество птиц. Бакланы, цапли, утки, чайки и редкий вид кучерявый пеликан. Часть Скадарского озера расположена на территории Албании и носит название Шкодер. Мы сошли в рыбный ресторан, который находится на берегу этого озера. Нам обещают полнейшее удовольствие от этих изысканных рыбных и не только рыбных блюд. Тут есть даже меню на русском языке. Я себе заказала филе морского леща с рагу. Плюс здесь еще есть финиковый пирог, о существовании которого я ничего не знала. Вот так он выглядит. Хочу тоже попробовать. И плюс я еще заказала солянку с рыбой. Интересно, что за солянка такая рыбная. Даже первый раз слышу, что такая существует. Нам принесли похлебку под названием солянка вот в такой вот металлической интересной посуде. Сейчас будем пробовать. А, вот они кусочки рыбы, где плавают. Но это не классическая солянка. Здесь нет соленых огурцов, например. И вот эта вот порция супа стоила 3,50. Это очень дешево. Цены просто смешные. Вот такая вот порция с двумя рыбками стоит 14 евро. Андре, порция? Не знаю. Нужно спросить. Но дело в том, что ресторан с очень демократическими ценами. И вишня на тортике – это финиковый пирог. Ни разу не пробовала. Но сейчас попробую. Смотрится интересно. Цены в ресторанах здесь дешевле, чем в Будве. И ресторан в этом живописном месте намного шикарнее, чем на славянском пляже. В общем, сюда однозначно стоило приехать на ужин и полюбоваться закатом. Представляете, только на пятый день нашего здесь пребывания я обнаружила, что у нас, оказывается, есть балкон. И эта мысль мне пришла ночью. Я проснулась и подумала, а что за этим окном? Мы ни разу не пробовали его открывать. Может быть, это не просто окно? Может быть, это все-таки выход на балкон? Что вы думаете? Я утром сразу встала, открыла. И оказалось, что за дверью большой и вместительный балкон. Это просто немыслимо. Пять дней не видеть, что, оказывается, за окном есть балкон. А мы говорим, ой, комната без балкона, маловато. Где вещи сушить. Сушили уже за дверью, за входной. А оказывается, все у нас есть. Нужно просто раззуть глаза. Смотрите, какую защиту от кондиционера я придумала. Потому что кондиционер находится прямо напротив кровати и дует на нас. Первую ночь мы спали плохо, потому что выключали кондиционер, когда было холодно. Через час становилось жарко и снова его включали. И поэтому я взяла штору. Хорошо, что штора вот такая вот, очень прочная и надежная. Подвинула ее к кондиционеру, прикрепила ее к телевизору. И вот какая система получилась. И холод выходит из-под низа, и в то же время на нас не дует. Система ниппель, как говорится. На пляже особо делать нечего, поэтому мы продолжаем исследовать местные достопримечательности. От причалов Будвы регулярно отплывают катеран. Тут же можно взять на прокат каяки и лодки и через несколько минут быть на острове Святого Николая. По своей форме он напоминает упавшую на бок скалу. К материку обращен низкий берег с галечным пляжем. Местные жители прозвали его Гавайями. Остров расположен в одном километре от старого города. Длина острова составляет 2 километра, площадь 36 гектаров. Отсюда начинается непрерывный подъем, обрывающийся в Адриатическое море. Под вертикальной скальной стеной высотой 124 метра есть немало бухточек, достижимых только по воде. Их особенно полюбили нудисты и прочие искатели уединения. Заходить в прозрачную, как слеза, воду лучше в специальной обуви. У берега много камней, впрочем, как и на славянском пляже. Я взяла маску на всякий случай, но подводный мир здесь не особо разнообразен, иногда можно встретить обычную рыбешку. Доступ на остров бесплатный. Если не считать стоимости проезда, однако залежак и зонтик на оккультуренном пляже попросят не меньше 10 евро. На острове работают ресторан с единственным здесь цивилизованным туалетом и два бара. Из-за отсутствия конкуренции цены в них заметно выше, чем в Бутве. Безлюдье, тихий плеск волны, крики чаек, свежий бриз. Что еще нужно для счастья? Сегодня мы отправляемся на самую актуальную, часто предлагаемую экскурсию. Мы отчалили от города Тиват и направляемся к городу Герцог Новый. А также мы посетим Голубые пещеры, где будем купаться в море, остров Святой Богоматери и много чего интересного. Поэтому оставайтесь с нами. Итак, мы прибыли в город Герцог Новый. И посмотрите, какие здесь симпатичные яхточки припарковались. И сзади меня находится крепость. Именно туда мы сейчас и направляемся. Так, теперь нам нужно подняться по этим ступенькам. Их здесь бесконечное количество. И ступеньки не очень-то ровные, обтюсанные. Но очень своеобразные. Это один из самых молодых городов Адриатического побережья. Но, несмотря на это, город имеет богатую историю. Первоначально он был частью венецианской провинции Албания-Венета. И в то время носил название Кастель-Нуева. Новый замок в переводе с итальянского языка. Он был основан и построен в 1382 году боснийским королем Степаном Твердкхо Первым. Благодаря тому, что в разные времена в городе доминировали различные нации, архитектура города отличается невероятным многообразием. Из-за холмистого рельефа в Херцег-Нове много крутых тропинок и лестниц. Поэтому его называют городом тысячи ступенек. В Герцег-Нове находится Игола, самый большой центр физиотерапии, реабилитации, здоровья, профилактической медицины, волнотерапии и курортного лечения в бассейне Средиземного моря. Вот мы хотим подняться вон туда. Но Андрей говорит, здесь заканчивается наше путешествие, потому что очень жарко. Мы не успеем. Я говорю, давай попробуем. Мы поднялись на самый верх, но здесь находится музей. Вход платный. И так как у нас уже немного времени остается, то, конечно же, мы туда не пойдем. Я позавчера говорю, Андрей, нам повезло. На следующей неделе будет на 4 градуса ниже. То есть было 37 градусов, а сейчас 32. Андрей говорит, ты думаешь, ты заметишь разницу? И теперь я поняла, что я разницы вообще не замечаю. Как была жара, так и осталась. Хоть плюс 4, хоть минус 4. Идем, и все с нас течет. Как в сауне. Андрей, не делай этого. Андрей, остановись. Подумай хорошо. Не прыгай вниз. И Андрей такой, разбежавшись, прыгнуть со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. Хорошо смотришься. Знаете, что мне здесь нравится? Это то, что многие люди разговаривают по-русски, по-английски и по-немецки. И еще очень многие сербские слова похожи на украинские слова, поэтому я много чего могу понять здесь. Поэтому здесь мне свободно можно жить. И Андрей тоже, потому что здесь многие знают немецкий язык. Потому что необязательно учить местный. Когда начинаешь с ними разговаривать, они все понимают. Некоторые так и говорят, я понимаю, но сказать не могу, поэтому говорите по-русски. И отвечают на своем языке. И все понятно. Никаких проблем в коммуникации здесь нет. Спускаемся вниз. Представьте, если у вас маленький ребенок, детская коляска или какой-нибудь инвалид, как можно здесь спускаться и подниматься со всеми этими приспособлениями. В общем, здесь нужно быть здоровым, активным. Тогда будет все отлично. Тут большая сцена. По всей видимости, проходят различные концерты и мероприятия. Сейчас мы направляемся к Голубым пещерам. Судя по их виду, они получили такое название, потому что синяя вода отражается на стенах скал и придает им синеватый оттенок. Сюда постоянно подходят катера с множеством людей, поэтому пещеры не самое приятное и спокойное место для плаванки. Субтитры создавал DimaTorzok по плану у нас остановка на острове Марии. Это один из немногочисленных островов в Адриатике, созданных искусственным путем. С этим связана целая история. В 1452 году моряки из Пираста обнаружили на рифе икону Богородицы. Позже она излечила одного из них от серьезного недуга. Слух о таком чуде распространился по всей округе. Остров стали строить прямо поверх рифа, подарившего бедному моряку исцеление. Его название буквально переводится как «Божья Матерь на скале». Возведение острова продолжалось на протяжении двух веков. Его вели жители Пираста, которые самостоятельно топили свои старые судна, свозили на риф камни и бросали их вокруг утеса. Эта традиция сохранилась среди коренного населения и сегодня. Ее ежегодно вспоминают во время праздника Фашинада, который сопровождается колоритной регадой. 22 июля черногорцы и отдыхающие в Пирасте туристы подплывают на лодках к острову Марии и бросают в воду камни. Этот обряд защищает остров от размывания и увеличивает его территорию. В 1630 году на этом острове построили церковь. Ее назвали в честь Божьей Матери. Рядом с ней находится колокольня, несколько построек хозяйственного назначения и внутренний дворик. Церковь не отличается огромными размерами, зато в ней красиво и уютно. В церковном музее можно увидеть множество других занимательных вещей. Украшения древних мастеров, фарфоровые изделия, иконы, корабельные колокола и так далее. Рядом открыта комната с дарами, которые преподносились храму и музею на протяжении веков. С этого острова открывается впечатляющий вид на Пираст и соседний остров, названный в честь Святого Георгия. Его осматривают только снаружи, проплывая мимо на водном судне. Следующая наша остановка это красивый небольшой городок в Боко-Которской бухте, которая, кстати, считается одной из самых красивых бухт мира. Котор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Своим обликом город обязан венецианцам, которые владели им 400 лет. Не тронутый войнами и катаклизмами, он, кажется, так и застыл где-то в далеком прошлом. И только разноязычная толпа туристов, зонтики, уличных кафе и белоснежные круизные суда в старом порту напоминают о том, что на дворе уже 21 век. Котор состоит из двух частей современный город, старый город. Естественно, больший интерес представляет старая часть города. Она таит в себе романтику и историю прошлого. Город окружен горами, что делает его еще прекраснее и привлекательнее. В старую часть города отделяет сохранившаяся до наших дней крепостная стена. Согласно традициям 12 века, любой город строился на возвышенности и ограждался стеной. Так наши предки защищали свои земли. Котор – это образец такого старинного сооружения. В старом городе все еще живут люди. Здесь есть сувенирные лавки, рыбные рестораны, кафе и даже есть хостел. Все эти заведения находятся как на площади, так и в закоулках города прямо в старинных зданиях. Трапеза в старой части Котора – это обязательный ритуал для всех туристов. Сразу чувствуешь себя частью города. Почему здесь так много котов и сувениров с их изображениями? Просто какой-то котячий культ. Дело в том, что после кругосветных путешествий корабли держали на борту кошек, которые охотились на крыс и мышей и не подпускали их к товарам и припасам на борту. Как только корабли причаливали в порту, корабельные коты направлялись в города вдоль залива и поселялись там навсегда. Что за вульгарные сувениры здесь продаются? Безобразие просто. Тут конкретные лабиринты. Практически все улицы выглядят одинаково. Они узкие, есть узкие подъемы и мы не знаем, найдем ли мы дорогу назад к автобусу. Может, мы тут так и останемся, будем блудить до самого позднего вечера. Андре говорит, что этот город выглядит, как немецкий Рюдесхайм. Посмотрите, как интересно выглядит ресепшн в хостеле здесь. Интересный дизайн, как в каком-то модном ресторане. Вот такие уличные кондиционеры здесь работают и я как раз наслаждаюсь прохладой прямо под этим кондиционером. Зашли отдохнуть после такой вот насыщенной экскурсии. Я надеюсь, она вам понравилась. Итак, сейчас мы направляемся на пароме из одного маленького города в другой, что позволяет сэкономить 26 километров. поэтому этот путь намного короче, чем если бы мы ехали на автомобиле. Что я хотела сказать на прощание о Черногории? Стоит ли туда ехать? Один раз эту страну стоит посмотреть, действительно, но второй раз я, пожалуй, бы не приехала сюда, потому что на пляжах Галька, мне нравится все-таки песок. Во-вторых, здесь очень медленное движение, максимальная скорость 80 километров и какие-то постоянные пробки, поэтому тяжело передвигаться на автомобиле. Мы все время берем автомобиль на прокат, поэтому хотелось бы быть намного быстрее и мобильнее. Ну и в-третьих, в этом городе, где мы были, там только интересно на променаде и в старом городе нет больше никаких достопримечательностей, и поэтому, чтобы что-то посмотреть, нужно куда-то выезжать, а дорога занимает очень много времени. И, как я уже говорила, течение. Изначально вода была теплая, потом какое-то холодное течение принесло холодную воду, и купаться было долго невозможно. Просто я заходила в воду на пару минут и сразу же выходила. Но если вы собираетесь тусоваться, например, в Черногории, то Будва это очень хорошее место, потому что на каждом шагу пляжные клубы, ночные клубы, все для любителей ночной жизни и музыки, а также если вы приезжаете с детьми, то для детей есть там очень много всяких развлекушек, которые стоят дополнительных денег, конечно же. И поэтому для вот такой вот категории людей, для тусовщиков и родителей Будва это неплохой вариант. Но так как мы люди любопытные и нас интересуют разные страны, то все-таки Черногорию стоило посетить, тем более, что из Франкфурта мы летели всего лишь полтора часа. Это очень удобно. Но мы летели в Дубровник, это все-таки Хорватия, из Дубровника до Будвы мы ехали еще два с половиной часа. И, конечно же, по таким дорогам, по таким извилинам и еще и плюс с пробками это очень утомительно. Можно было прилететь в город Тиват, там есть аэропорт, но нам бы пришлось лететь из Франкфурта с пересадкой, там что-то было не очень хорошее сообщение, нужно было или рано утром вылетать, или поздно вечером, поэтому мы выбрали вот такой вот вариант Дубровник, потом из Дубровника на трансфере нас привезли в отель. А я надеюсь, что вам понравилось мое видео, пишите в комментариях насколько вас заинтересовала если вы были уже в Хорватии и насколько вам нравится Хорватия. Всем пока, увидимся в следующем видео.